Вы знаете, каждый год, я в данном случае обращаюсь к нашим телезрителям, каждый год в апреле месяце у главного входа в театральное училище имени Щукина появляется такой большой щит с объявлением, что в этом году состоится прием в театральное училище имени Щукина. И, значит, для того, чтобы поступить в это театральное училище, нужно прочесть прозу, басню и стихотворение. И действительно, ну в голову не придет человеку, проходя мимо архитектурного института или Баумановского института, увидя тот чудовищный перечень предметов, наук, ну зайду, попытаюсь счастья, а вдруг? А, естественно, так сказать, минимальный интеллигентный человек, одно стихотворение, одну прозу и одну басню, естественно, знает. Поэтому, а почему не зайти? Зайду и стану артистом. Но это не так. Далеко не так. И вот о том, что это не так, в том, что это не так, вы убедитесь буквально через минуту. Как происходит прием в театральное училище, мы вам сейчас покажем. Простите, я волнуюсь. А с чего начать? А что вы приготовили? Пока басню. Иван Андреевич Крылов, волк и ягненок. У сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышу. Но мы истории не бить. А вот о том, как в пасне говорят. Ягненок в жаркий день зашел к кручу напиться. И надо в наш беде случиться, что около тех мест голодные рыскал волк. Ягненок видит, он на добычу стремится. Но делу дать хотя законный вид, и толк кричит, как смеешь ты, нагляд, своим нечистым рылом, нечистым лентить путем. Когда сильнейший волк позволит, а смелюсь я донести, что ниже поручу от светлости его шагов, я на стоп бью. И гневаться напрасно, он изволит, поэтому я лгу. Поэтому я лгу? Я волнуюсь. Я вам уже давно сказал достаточно. А, я не слышал. Сколько вам лет? Мне 20. Будет. Подойди к себе. Выйдите, пожалуйста. Обязательно. Чем занимаетесь? Я ничем. Что вы кончили? Ничего. А в школе вы учились? Учился. Закончили? Закончил. Я хочу быть артистом. Обязательно. Пожалуйста, не надо меня ругать. Я хочу быть артистом. Пожалуйста. Вас никто не собирается ругать. Я думаю, что вам не имеет смысла как-то претендовать на какое-то место в театральном училище именищук. Если говорить об этом произведении, которое вы прочитали сейчас, то это какой-то один сплошной ягненок получается. Волк не получился? А я очень много работал именно над Волком. Не получил. Вы свободны. Спасибо. Спасибо. Можно вам задать со своей стороны вопрос? Когда вас брали в педагогию, вы чего-нибудь тоже читали? Или вас просто так взяли? Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос. Я сейчас его разверну в процессе беседы. Мне просто хотелось сказать, что на педагогов тоже нужно объявлять конкурс. Извините. Вы знаете, это подлинная история, пришедшая в 1948 году в помещении театрального училища имени Щукина. Причем, чтобы вы понимали, насколько эта история парадоксальна, жаждущий поступить в театральное училище студент является ныне народным артистом Советского Союза Юрием Яковлевым, а педагог, который не хотел его принять в это училище, ныне профессор... Эту ж, Владимир Абрамович. Я очень рад, что вы встречаете меня аплодисментами. Это залог того, что я был прав тогда, когда... Должен вам сказать, что Юрий Васильевич, мой друг, партнер и замечательный артист, конечно, очень много рассказывает вот эту вот историю, встречаясь со зрителями. И, естественно, он меня компрометирует. И сейчас он пытался меня компрометировать. А на педагогов как у вас выбирают? Я думаю, что вот залог того, что правильно выбирает для педагога, вот это прекрасное общество, которое здесь сидит из учеников нашего училища. И вас можно включить сюда, Юрий Васильевич. Но не все вы воспитали. Конечно.